В Чечне мобилизация проводиться не будет, так как за время войны в Украине республика перевыполнила план на 254%. Об этом накануне заявил Кадыров. По его словам, участие в боевых действиях с февраля месяца приняли 20 тысяч чеченцев. Это заявление полностью противоречит видео, снятому накануне. В одном из населенных пунктов Чечни десятки мужчин сгоняют военкоматы под присмотром военных, фактически под дулами автомата. Кадыров также предупредил, что любого, кто выйдет на митинг, будут отправлять на передовую в Украину. Далее в нашем эфире Ахмед Закаев, председатель Кабинета Министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом. Здравствуйте. 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 Как воспринимать вот это вчерашнее заявление Кадырова о том, что мобилизации в Чечне не будет? На свежем видео совсем иная картина. Какая у вас есть информация по этому поводу? Расскажите, что происходит на самом деле. По поводу картины, которую вы только что показали, это совершенно другой сюжет, это другое событие. Если вы помните, убийство Буданова был заключен Юсуп Тимирханов. Это вот когда были похороны его, и вот молодежь и люди съезжались со всей республики, не только с республики, но и с его северного Кавказа, съезжались в этот населенный пункт. Это вот кадры оттуда. То есть это чеченская пропаганда уже, можно сказать, так работает, да? Да, да, абсолютно. Это чеченская пропаганда, которая сейчас показывает и демонстрирует миру, что чеченцы все как один готовы идти воевать и умирать за Путина. Это их абсолютная пропаганда. Относительно событий. Вот можно это сравнимо только с тем, что молодежь чеченская и чеченцы уезжают из республики во все стороны, куда и они могут выехать, вот где есть безвизовые режимы страны. В Грузии, допустим, по вчерашней информации, люди уже пешком шли. Настолько была загружена дорога, и люди пытались пройти пешком и уйти в Грузию. Точно так же та же самая картина наблюдается и в сторону Казахстана. Вот везде Белоруссия, Казахстан, везде, где они могут поехать или выйти из под юрисдикции России, они пытаются выйти с загранпаспортами, просто с гражданскими паспортами. У нас очень много информации, очень много звонков людей, которые просят нас помочь им выехать из республики, из России, каким-то образом перебраться или в Европу, или даже в Украину с российскими паспортами, с тем, чтобы действительно вступить в ряды вооруженных сил, структур Чеченской республики и вооруженных структур Украины. Вот такая информация у нас. И вот относительно заявления, которые сделал Кадыров, да, безусловно, для чеченцев было необычным. То есть для Кадырова это был очень тревожный сигнал. Там около ста с лишним женщин, которые вышли позавчера на протестную акцию. Это очень серьезный показатель для сегодняшней Чечни. Это страна или зона абсолютного беззакония. Если на территории России за какие-то протестные акции, из-за участия в митингах против войны в Украине людей сажают в тюрьму, то в Чечне любая акция протеста и любое поведение, нелояльное оккупационным структурам, люди лишаются жизни. Но несмотря на это, эти женщины вышли. То есть типичная для России ситуация, когда женщины первыми не боятся, первыми готовы протестовать. К большому сожалению, в Чечне это уже сложилось последние 25 лет, на самом деле. Наши женщины, это просто женщины, которые совершили подвиг. Все эти военные годы, военные оккупации первыми на себя удар брали наши женщины, чеченки. Они защищали и своих мужей, и своих братьев, и своих сыновей. Мужчины, как правило, те, которые были готовы умирать, погибать, они с оружием в руках находились на фронтах. А женщины, остававшиеся дома, они защищали кровь, дом и оставшихся членов семьи. И поэтому вот эта нагрузка на чеченских женщинах, она продолжает оставаться по сей день. И вот то, что именно женщины вышли в Чечне на протест и на протестную акцию, это очень символично и очень показательно. Это снова говорит о том, что в Чечне просыпается дух свободы и дух неповиновения. Вот это, я думаю, больше всего испугался Кадыров. И поэтому он продекларировал заявление, что не будет проводить мобилизацию. Но никто ему не верит. Зато на этом же заседании он объяснил, кого он будет отправлять в Украину на убой. Всех, кого он считает нелояльным этому режиму, нелояльным Путину и той ситуации, которая складывается сегодня в республике. Но давайте о мужчинах тогда чеченских поговорим. В Чечне с населением в миллион человек, процент мужчин, погибших на этой бессмысленной преступной войне, значительно выше, чем среди других регионов Российской Федерации. И очередная вот эта мобилизация, ну по сути, это фактически геноцид чеченского народа. Знаете, я с первых дней, когда началась война в Украине, и когда я впервые увидел чеченцев, которых Путин и Кадыров загнали туда, я еще тогда сказал, что это война, третья война против чеченцев и чеченского народа. Вот те люди и та молодежь, которая выросла под этими российскими бомбами, их родители их оберегали, насколько они могли. И вот та пропаганда, которую вел Кадыров старший, Кадыров младший, что их предательство – это не что иное, как спасти чеченцев от неминуемой гибели в войне с русскими оккупантами. И что их предательство – это является не чуть ли спасением всего чеченского народа. И вот после этой пропаганды, когда они начали отправлять эту молодежь, абсолютно чужую для них войну, абсолютно преступную войну, просто в качестве пушечного мяса. Вот это и есть показатель. И я уверен в том, что да, это третья война против чеченского народа, это геноцид, безусловно. И мы сегодня пытаемся всячески каким-то образом спасти хотя бы как можно больше молодых людей, которых туда отправляют. И мы поэтому ведем постоянную работу и мониторинг и в Чечне, и в европейских странах, и в странах СНГ, куда эти люди могут перебираться с тем, чтобы не допустить их отправку в Украину. Послушайте, но все-таки не согласны с этой мобилизацией. Вот известно, что наемники, все, кому хотел уже Кадыров заплатить и нанять, они уже пошли за деньги и сделали свое дело, погибнули в большинстве своем случае, не вернулись. А те, кто не согласен с этой мобилизацией, чеченские мужчины, которых насильно теперь тянут на фронт в качестве пушечного мяса, у них есть вариант, не знаю, уйти в горы, создать некий партизанский отряд, противостоять Кадырову. Такой вариант возможен? Я думаю, что возможно. Именно я поэтому и подчеркнул, что публичное заявление Кадырова о том, что не будет мобилизации, это страх перед тем, что люди могут самоорганизоваться и каким-то образом уже перейти в открытое противостояние с оружием в руках. И, конечно, такого варианта очень не желает не Путин, в первую очередь, потому что Путин знает, сколько времени ему потребовалось, сколько сил и средств они потратили на то, чтобы хотя бы создать вот такую видимую стабильность в этом регионе, в Чечне. Ну вот представить Чечню покоренную. И, конечно, любые вот такого рода заявления и давление чересчур на мужчин и на чеченцев, оно абсолютно вполне возможно такая реакция. Я думаю, именно поэтому сегодня и пытаются немного сбавить градус этой напряженности в чеченском обществе, делая такого рода заявления, что они уже выполнили, что они перевыполнили план. И на самом деле Кадыров что сделал? Вот все эти кадры, когда мы видим, что с Чечни отправляют какие-то воинские подразделения в Украину, вы знаете, что это происходит? Мы очень серьезно наблюдаем за всеми этими процессами. Вот мобилизация, которую Путин озвучил вчера или позавчера, она началась очень давно. Они по всей России собирали людей. И Кадыров сделал так, чтобы вот тех, которых набирает в России заключенных, бомжей, контрактников, которым лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Люди, у которых нет света существования. Этих людей привозили в Чечню. И они там проходили якобы какую-то подготовку предварительную. И оттуда Кадыров их отправлял как чеченские подразделения, которые отправляются на фронт в Украину. Дело в том, что вот сам чеченский фактор, вот когда мы затрагиваем открытие второго фронта, на самом деле сегодня чеченцы очень-очень огромный ресурс российской армии нейтрализовали в Чечне. То есть более 150 тысяч в российских вооруженных структур находятся в Чечне и вокруг Чечни. Просто они боятся, что в любой момент послабление в военном отношении, послабление в Чечне, это может вызвать абсолютно такой социальный взрыв и Чечня может выйти из-под повиновения, начаться какие-то процессы. Поэтому они держат эти силы там. И из России Кадыров отправлял вот эти подразделения. — Скажите, а вот сам Кадыров, о чем говорит его поведение? То он вдруг заявляет, что устал и заслуживает ухода на почетный отдых некий, потом через день говорит, что я передумал и вы все не так, меня поняли. Здесь вот вдруг снова заигрывает с этой мобилизацией. Он торгуется с Путиным за что-то? Шантажирует, может быть? — Нет, абсолютно. Мы должны понимать. Я всегда говорил и говорю. Он не может ни шантажировать Путина, ни угрожать ему, ни выйти из-под него. — Но Путин сейчас не в самом хорошем свете. Он слаб. От него все отказываются. Он значительно потерял. — Дело в том, что Кадыров и Путин, они связаны чеченской кровью. И Кадыров очень хорошо понимает. Если бы у него был бы хоть малейший шанс отойти от Путина и каким-то образом стать во главе чеченского национального освободительного движения, он бы это сделал, если бы он знал, что его чеченцы простят. Он понимает, что он настолько совершил серьезные преступления против чеченского народа, никакого другого шанса, кроме как быть связанным с Путиным и пытаться продлить его сроки пребывания, другого шанса у Кадырова нет. — Или смерть, или трибунал. Вот его перспектива. Или же нахождение в сегодняшнем положении положение пехотинца Путина и выполнять все его грязные приказы и указы. То есть отклонение или отхода от той линии, которую он взял еще 10-15 лет назад, то есть заявив о своей полной лояльности Путину, у него другого варианта нет. Потому что Путин и чекисты его настолько связали с Путиным, настолько он, его руки по локоть в чеченской крови. Если бы даже он каким-то образом сумел бы выступить против русских и против России, чеченцы его не простят. И он это понимает. Его существование, его благосостояние, его будущее, будущее его детей напрямую связаны. Сколько будет длиться режим Путина и сохранится сегодняшняя система власти в России? — Не можем обойти еще вот такую тему. Два дня назад в родовом селении Кадырово Центарой неизвестно расклеили листовки, на которых дословно написано «Люля Кафыров». Здесь все началось, здесь все и закончится. Сыны Ичкерии, готовьтесь, братья, сестры, о вашем мужестве говорят тысячи лет, свобода близка. Что об этом можете сказать? — Я могу сказать о том, что чеченское общество готово смести этот режим. Готово смести этот режим, готово призвать ответственности преступников. Но это не произойдет ни сегодня, ни завтра. Это все должно произойти, и оно произойдет тогда, когда Россия полностью проиграет в Украине и капитулирует. — То есть движение сопротивления сейчас еще более показывает свою мощь и свои зубы? — Абсолютно. И то, что мы находимся сегодня в Украине, то, что сегодня в Украине возрождаются вооруженные силы Чеченской республики Ичкерии, это такой мощный стимул для тех, кто находится в Чечне и кто находится в условиях под поле. И сегодня заряд, такой мощный заряд к сопротивлению, он только накапливается с каждым днем. И все выходки Путина и Кадырова, связанные с тем, чтобы подавить это сопротивление, оно встречает, наоборот, обратную силу. В нашей истории это уже было. Чеченцы после депортации более 50 лет находились в полной лояльности советской системе, несмотря на то, что чеченцы в ходе депортации потеряли больше половины населения чеченцей и ингуши. И вот тогда, когда послабление пошло в Кремле, и всплеском, и мотивацией для взрыва и для восстания, на самом деле это был такой просто массовый выход и желание построить свое государство и призвать к ответу палачей собственного народа, оно было настолько мощным, и мотивацией была вот эта депортация. А сегодня, и у сегодняшних чеченцев, которые выросли и, в принципе, дошли до какого-то определенного накала, мотивация еще более сильнее. Это 30 лет войны с Россией. Это каждая семья, которая понесла потери одного-два человека. Эта война не минувала ни одну чеченскую семью. И поэтому, когда мы говорим о трех днях деоккупации и смещении режима, мы исходим именно из нашего исторического опыта и из сложившихся сегодняшних реалий в Чечне. Ахмед, я думаю, вы согласитесь, как много всего сейчас решается на украинском фронте. Вот и движение сопротивления в Чечне живется силой побед украинских военных здесь, в Украине. Такое же движение сопротивления в Беларуси. В целом, мировой порядок и глобальный мир зависит от успеха украинских воинов. Безусловно, мы все рассчитываем и верим в нашу победу. Наши воины ее приближают с каждым днем. И мы благодарны и тем чеченским военным, которые сейчас участвуют в войне в Украине и защищают нашу страну. Но накануне Кадыров у себя в телеграмме высказал очередные угрозы, призвал убивать чеченцев, которые помогают украинским военными. Заявил, что не прекратит свои преследования, в том числе лично вам. Он в очередной раз высказал угрозы. Как вы отреагировали на этот очередной выпад? Это показатель слабости. Слабости Путина, слабости Кадырова. Он не рассчитывает на свои силы и на свои возможности. Он обращается и к украинцам, и к чеченцам, и ко всем, чтобы они меня ликвидировали. И он отблагодарит их. Он обещает им такие благосостояния на несколько поколений. Это на самом деле показатель слабости. Это похоже на те же угрозы, которые из Кремля звучат. Это абсолютно. Вы же помните, как Путин говорит, мы еще ничего не начинали. Или обращение к нам. И объявлять при этом мобилизацию. Вторая армия мира по объявлению ищет солдат. Поэтому я считаю, что мы этим высказываемым и заявлением, да, мы должны к ним относиться очень серьезно. Но это в любом случае нас не должно расстраивать или расслаблять в наших действиях. Это показатель того, что все мы делаем верно. Мы движемся к нашей нормальной цели. Мы победим, иншаллах, я верю, я верю, что украинская армия, украинский народ и с нашей поддержкой мы победим нашего общего врага и противника. Более того, это решается судьба не только чеченцев и украинцев сегодня в Украине. Решается судьба многих колониальных народов, которые находились в колониальной зависимости от России все эти последние годы. Я думаю, у них появляется шанс стать свободными, стать свободными и независимыми и определять свое будущее сами, без указаний Кремля. Вы знаете, вчера еще одна очень большая победа была нашей стороны. Нам удалось из плена вернуть наших солдат. И вот тот же Кадыров назвал этот обмен неприемлемым. Его возмутило то, что российская сторона не посоветовалась, как он сказал, с нами, с активными участниками спецоперации. И по словам Кадырова, сам обмен был неравноценен, был проведен на украинских условиях. Так что, думаю, вы согласитесь, это еще одна наша победа, еще одно подтверждение слабости Российской Федерации, которая, заявляя сначала одно, мы никогда их не отдадим, и тут всех отпускают. Вынуждены, потому что проигрывают, потому что отступают. Согласны? Я абсолютно согласен. Я просто вчера поздравил и украинцев, и украинское руководство, и украинский народ с этой потрясающей, на самом деле, победой. Я еще раз хочу вас поздравить. Это герои, это настолько символично, это настолько прекрасно и здорово, что они вернулись на свою родину. Что они теперь являются и навеки вечно останутся героями украинской истории. Это действительно большая победа. Это победа, это предтеча к большой победе украинцев и украинских вооруженных сил. Это и дипломатическая победа, это и военная победа. И это очень символично, и это очень здорово. Я еще раз поздравляю вас. Да, и Кадыров, и Путин должны понимать, что происходит сегодня. Да, им есть почему бояться и почему тревожиться и беспокоиться. Пока есть такие силы и такие сыны украинцы, которые готовы жертвовать своими жизнями. И пока есть руководство, которое способно в этой ситуации спасти, привезти их домой и дать им такую возможность встретиться со своими родственниками. Это больше, это очень многого стоит. Еще раз поздравляю вас и себя в том числе, потому что мы причастны к этой победе тоже. Безусловно, я как раз хотел и вам сказать, Ахмед, огромное спасибо вам и вашим соратникам за ваш огромный вклад в нашу общую победу. Спасибо. Ахмед Закаев был в нашем эфире, председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерии. За рубежом. Спасибо.